Человек, ударивший ножом в Гюмри, члена учредительного парламента Грача Мирзаяна, пока не найден, несмотря на то, что пострадавший по фотографии опознал ударившего его ножом. Мирзаяна в результате ранения была удалена селезенка. По мнению заместителя председателя движения учредительный парламент Вооружана Аветисяна, власти сделают все, чтобы пресечь стартующие с 24 апреля акции протеста. Режим поставил задачу до 24 апреля нейтрализовать наше движение. Втянуть нас в столкновение, чтобы нас можно было преследовать. Ранее было объявлено, что 24 апреля учредительный парламент начнет круглосуточные и бессрочные акции протеста, ставящие целью мирную смену власти в Армении. Руководитель гюмринского клуба журналистов Аспарес Ливон Барсигян принимал участие в митинге, на котором был ранен оппозиционер. Правозащитник уверен, что на митинге действовала та же группа молодых людей, которая до этого сорвала автошествие оппозиции в Гюмри. По данным Барсигяна, инструкции им давал тот же человек, которого Грачи Мирзаян опознал, как пырнувшего его ножом. Это не были идеологические противники. Они пришли не дискутировать вокруг своего видения будущего Армении. Если даже с ними три месяца заниматься, они все равно словосочетание учредительный парламент не смогут правильно произнести. Кроме того, в участников акции бросали яйца и в полиции сообщили, что за бросание яиц пять человек заплатили штрафы. Это преступное сотрудничество с провокаторами, проявляющееся в преступном бездействии полиции. Понятно, что у них нет желания наказывать, так сказать, своих агентов. Однако стало известно, что от должности освобожден заместитель начальника мужского отдела полиции Ашот Варданян, который, по словам позиционеров, координировал работу правоохранителей в ходе митинга. В полиции не комментируют, связана ли отставка с инцидентами на митингах. Несмотря на ожидаемое противодействие, учредительный парламент не собирается отменять планируемые с 24 апреля акции. Александр Касаткин, Карлен Асланян. Настоящее время.